Процесс образования необратимо изменился. Старые модели уже не работают, и мы сами берем на себя ответственность за непрерывное обучение, за обучение длиною в жизнь. Мы должны выбирать, какие форматы подходят нам лучше всего, кому из экспертов прислушиваться, на какие курсы записываться. И в этой ситуации очень вкусно видеть, что многие выбирают инструменты, а не навыки и методики. Но программы и сервисы устаревают, закрываются, а полученные компетенции остаются с нами навсегда. Пора брать обучение в свои руки. И для того, чтобы составить свой личный образовательный маршрут, нам необходимо пройти три шага. На первом этапе мы составляем карту. Все те знания и навыки, которые мы хотим получить, термины, эксперты, отдельные компетенции. Все мы это выписываем в единую карту, и это процесс небыстрый. Более того, когда вы получаете новую информацию, вы снова и снова дополняете свою карту. Когда карта готова, на втором этапе мы проводим самодиагностику. Это все равно, что поставить на карте точку «я сейчас нахожусь здесь». Без самодиагностики очень сложно что-то планировать, сложно понимать, с чего начать, а какие знания лучше отложить на потом. И, конечно, есть много упражнений и советов, которые помогут вам провести самодиагностику. Наконец, на последнем этапе мы составляем свой личный образовательный маршрут. Здесь мы выбираем курсы, на которые запишемся, читаем статьи и книги и знакомимся с интересными нам экспертами. Откажитесь от инструментов и краткосрочной стратегии. Планируйте свой образовательный маршрут долгосрочным, не через инструменты, а через навыки, компетенции и изучение методик. В этом случае ваша ценность на рынке труда многократно возрастет. Продолжение следует...